Продолжаем выпуск. Почти треть жителей Евросоюза с низким уровнем образования живут в бедности. Об этом сообщает новостной портал Digit24, ссылающийся на данные Евростата. Согласно исследованию, в Греции самый высокий процент людей с низким уровнем образования, которые подвержены риску бедности, свыше 81%. За Грецией, по этому показателю, следует Болгария, более 60%, и Словакия, примерно 59%. Румыния находится на шестом месте в этом рейтинге, около 40% населения. В последнее время действительно наблюдается достаточно высокая корреляция между уровнем жизни, между тем, что человек может себе позволить, и уровнем образования. Как для Румынии, так и для Европейского Союза важно уделять приоритетное внимание образованию. Образование, несомненно, ведет к благополучию, показывают исследования. А качественное образование также приведет к увеличению ВВП страны, к повышению конкурентноспособности экономики. Учеба очень помогает повысить уровень жизни. Автоматически, если у вас есть высшее образование, на вас раньше обратят внимание в обществе, и это дает вам дополнительные возможности при поиске работы. Те, кто учатся, хотят зарабатывать больше, остальные остаются с тем же и не пытаются выйти из зоны комфорта. Помогает ли образование при поиске работы, в вашем случае? Да, я так думаю, чем выше у тебя образование, тем больше это тебе поможет. В общей сложности примерно 94,5 миллиона человек в Евросоюзе подвергаются риску бедности или испытывают тяжелые материальные и социальные лишения и не зарабатывают достаточно, чтобы прокормить себя. Примечательно, что из-за низкой зарплаты и высоких цен в Румынии даже те, кто работает на постоянной работе, сталкиваются с экономическими трудностями. Как это не парадоксально, но жителям таких стран Евросоюза, как Румыния, Болгария и Греции, больше всего угрожает бедность. Как показывают результаты другого исследования Евростата, эти страны входят в число государств с самым длинным рабочим днем. Статистика Евросоюза по риску бедности касается не только доходов домохозяйств, но и других социально-экономических аспектов. Женщины, молодежь, люди с более низким уровнем образования и безработные наиболее близки к уровню жизни за чертой бедности. Семьи с детьми больше всего подвержены лишениям. ВВП Румынии растет из года в год, но эксперты предупреждают, что этот рост сказывается лишь для богатых, в то время как бедные становятся еще беднее. Одновременно с этим рост ВВП на 1% должен был бы снизить уровень бедности на 1,7%. Тем не менее, за последние пять лет экономического роста уровень бедности оставался постоянным. В Румынии самый большой разрыв в Европейском Союзе между богатыми и бедными гражданами. Это показывают данные Евростата.